Седьмая серия. Наблюдение за счастьем Нихана и Эмира еще больше укрепит в Кемале боль и желание отомстить. Одныне правила игры меняются. С первым шагом Кемаля они с Эмиром вступают на путь, которому нет конца. Нихан больше не захочет в своей жизни невзгод. Она должна противостоять желаниям своего сердца. Лучшим выходом она считает это не видеть Кемаля. Но даже придя к такому выходу, выводу, она понимает, что видеть или не видеть Кемаля это не в ее руках. Несмотря на запреты, которые поставил Велизенеп, Азан будет пытаться ее увидеть и не отстанет от нее. Но в этот раз ему будет противостоять не семья, а совершенно неожиданный человек. Восьмая серия. С приглашением Нихана у Кемаля возникнут новые подозрения. Эти подозрения будут касаться брака Нихан и Эмира. Нихан делает все, чтобы отдалить Кемаля от вреда, который наносит ему Эмир. И Нихан и Кемаль хотят поговорить и увидеться в отдаленном от чужих глаз месте. В этой ситуации Кемаль найдет решение. Внимание Эмира, направленное на Нихана Кемаля, отдалит посылка, которая придет от шантажиста. Из-за этого Эмир начнет терять контроль. Девятая серия. Подозрение Эмира еще больше увеличивается, когда он узнает, что Нихан и Кемаль провели ночь вместе. Эмир сделает все, чтобы Кемаль был вдалеке от Нихан. Он объявит открытую войну Кемалю. Единственный выход Эмира – сделать так, чтобы Кемаль больше не возвращался в его жизнь. Для этого он вступает в большую игру. Салих подозревает, что яхту сжег Эмир. Он и Нихих, он и Нихан заподозрит. Однако Нихан сразу поймет, что это дело рук Азана. Он занят причиной ссор двух братьев. Нихан, подозревая, что Азану помог Эмир, пойдет в компанию, чтобы посмотреть в глаза Эмиру. Она узнает о ловушке, которую подстроили для Кемаля. Теперь ему придется за один день устранить ловушку. Для этого он примет помощь от Нихан. Азану.